Дорогой друг, священная книга Библии утверждает, что Бог каждому человеку определил время и место его обитания. И в сердце каждого вложил непреодолимые чувства потери, чтобы люди искали Бога, пока не ощутят Его и не найдут, потому что Он близко каждому из нас. Это ощущение потери совершенно естественно в душе каждого. Оно увлекает нас к непрерывному поиску высшего смысла нашего существования. Достаточно быть хоть немного внимательным к своей душе, и вы признаете, что это именно так. Бог — это Личность, которая желает открыться каждому. Он не прячется от людей и не требует от них ничего, потому что Сам ни в чем не нуждается, а напротив нам дает и дыхание, и жизнь, и все необходимое. Бог многократно и разным образом говорил к людям в истории. Две тысячи лет назад Он открылся нам в образе Своего Сына, Иисуса Христа, который родился как человек, жил как человек, умер как человек и воскрес как Бог. Христос — не только историческая Личность. Христос — это Сын Божий, сознательно посланный в мир для искупления людей от грехов. В пророческих книгах Библии содержится около 360 предсказаний о Христе, которые все в точности, до малейших деталей, исполнились в течение Его земной жизни. Сам Христос и Его последователи, называемые апостолами, часто цитировали пророческие предсказания о Нем, написанные веками и даже тысячелетиями задолго до Его явления в мир, тем самым удостоверяя своих современников в том, что Он и есть обещанный Богом Мессия. Добрая весть состоит в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Хочу обратить ваше внимание именно на то, что всякий верующий, то есть тот, кто своею верою примет Христа как Божьего Сына и лично пригласит Его в свое сердце, подчинив Ему свою волю, обретает новую и одновременно вечную жизнь. Федор Михайлович Достоевский сказал, что душа каждого человека – христианка. Если глубоко заглянуть в сердце, каждый найдет себя в поиске важнейшего ответа на вопрос о первопричине своего бытия. Библия утверждает, что человек верует сердцем. Заметьте, не разумом, но сердцем. Доводы разума и доводы сердца, как известно, часто противоречивы. В вопросах веры важно следовать сердцем тому, что написано в Библии. Итак, сегодня я предлагаю вам сделать важнейшее решение в пользу спасения своей души. Я говорю о возможности признать Иисуса Христа Сыном Божьим и Своим личным Спасителем, что буквально доказывает, что вы веруете в то, что Он умер непосредственно за ваши грехи, тем самым искупив вашу душу от вечного осуждения в аду. Такую веру важно исповедать, то есть провозгласить вслух, полностью осознавая происходящее. Это называется молитвой покаяния. Если вам нужно время для более детального осмысления этой информации, вы можете это сделать, читая в Библии и Евангелии от Иоанна, обращаясь молитвенно к Богу за помощью в понимании Священных Писаний. Или если вам понадобится помощь в поисках ответов на разные вопросы, вы всегда можете написать нам. Мы готовы посвятить время, чтобы индивидуально подойти к каждой ситуации. Если же вы прямо сейчас испытываете особое состояние сердца, в котором есть влечение к Богу и вера в Его любовь к вам, а также призыв вернуться домой к Отцу Небесному, то я предлагаю вам произнести молитву покаяния. Для этого я буду просить вас каждое слово произносить не только умом, но главное сердцем, понимая, что эта молитва адресована Богу. Вы можете при желании закрыть свои глаза и вдумчиво повторять за мной слова этой молитвы. Если вы готовы, пожалуйста, повторяйте вслух за мной. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь и принимаешь мою молитву. Я обращаюсь к Тебе с полной верой, как к Спасителю, который умер за меня, взяв на себя мои грехи, чтобы искупить меня и спасти от вечных мук в аду. Сегодня я прихожу к Тебе с покаянием, осознавая себя грешником перед Тобой. Прости меня за все, что я делал, нарушая Твои заповеди и оскорбляя Тебя своими грехами. Я принимаю Твое прощение и милость, как незаслуженный дар благодати. Молю Тебя, войди в Мое сердце, руководи Мною по жизни. Я подчиняю Тебе свою волю, потому что доверяю Тебе все. Я не могу и не хочу больше жить без Тебя. Молю Тебя, запиши Мое имя в Твою книгу жизни навеки. Отныне я верую, что Ты мой Отец, и я Твое дитя. Аминь. Мне остается поздравить Вас с великим событием, которое отмечено в духовном мире большой радостью. Прямо сейчас Вы перешли из смерти в жизнь. Ваш статус изменился. Приняв Христа своим спасителем, Вы стали спасенным человеком. Впереди Вас ожидает большая дорога с радостями и разочарованиями, потерями и обретениями. Но главное, теперь Вы на ней не один. Проводите время в молитве и чтении Библии. А также, пожалуйста, напишите нам о своем решении следовать за Христом. Мы хотим порадоваться вместе с Вами. Выслать Вам небольшой подарок, печатное пособие, а также помочь Вам найти христианскую церковь в Вашей местности. Добро пожаловать в нашу большую семью, Церковь нашего Господа Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова